Юрий из Украины. Может ли причащаться тот, кто не может побороть искушение и знает, что опять будет совершать грех даже после исповеди и причастия? Юрий из Украины. Если человек это твердо знает, то лучше, конечно, этого не делать. А лучше это время потратить на то, чтобы попросить у Бога помощи, чтобы ему от этого издышаться. Ну а если человек хочет, но не уверен в своих силах? Человек, который уверен в своих силах, это, во-первых, человек малосведущий в духовной жизни, а во-вторых, он самонадеянный, опасное духовное заболевание. И третье, он страдает маловерием. Поэтому нужно всю надежду уповать на Бога. И надо всегда помнить, что Бог так же хочет тебя исцелить от греха, как и ты сам. Только больше. Поэтому быть уверенным, что, а, я все равно согрешу, это значит, что у человека нет никакой решимости бороться с грехом. То есть, если решимость есть... Если решимость есть достаточно одной молитвы, сказать, Господи, я решился, сделай так, чтобы я больше не впадал в этот грех. Есть даже такое выражение, ими же веси судьбами спасение. И всегда, даже человек, который уже идет на грех, если он скажет, Господи, ну, сделай так, чтобы я остановился. Господь устроит. Человек почувствует на себе гнев Божий. И остановит его. Но дело в том, что человек даже не хочет этого произносить. Потому что знает, что Господь его остановит, а он хочет грех. В этом причина. Продолжение следует...